Элеонора Поттер, Полианна, Моей кузине Белль. Издательство Эксмо, Москва, 2021 год. Книгу читает Инга Брик. Глава первая. Мисс Полли. Мисс Полли Харрингтон энергичным шагом вошла в кухню. Поскольку мисс Полли никогда в дверь не входила, но, как и положено настоящей леди, величественно вплывала в них, легко было догадаться, что в это июньское утро она очень куда-то торопится. Или сильно чем-то взволнована. Или то и другое вместе. Нэнси, мывшая в раковине посуду, бросила на неё удивлённый взгляд. Хотя в этом доме Нэнси работала всего два месяца, она уже успела достаточно много узнать о привычках своей хозяйки. «Нэнси!» «Да, мэм», — бодро, но при этом довольно безучастно откликнулась Нэнси, продолжая оттирать тряпкой кувшин, который держала в руках. «Нэнси!» Голос мисс Полли сделался строже и суше. «Когда я разговариваю с тобой, ты должна бросить все свои дела и внимательно слушать, что я тебе скажу». Нэнси покраснела. Неловко принялась ставить на стол недомытый кувшин вместе с тряпкой, едва не опрокинула его на пол и окончательно смутилась. «Да, мэм, я буду вас слушать, мэм», — забубнила она, поправляя злополучный кувшин. «Просто вы же сами сказали, чтобы я быстрее посуду перемыла. Дескать, дел еще много нынче утром, да сами, наверное, помните». Ее хозяйка нахмурилась. «Довольно, Нэнси», — совершенно шершавым голосом оборвала ее мисс Полли. «Я в твоих объяснениях не нуждаюсь. Просто молчи и слушай». «Да, мэм», — пискнула Нэнси, подавив вздох и примолкла. Вот наградил же ее бог хозяйкой, которой вовек не угодишь, как ни старайся. Хотя кто его знает, какими бывают другие хозяйки. Раньше Нэнси ни у кого прислуга не работала. Жила на родительской ферме с уютным названием «Уголки», километрах в десяти от города. Но теперь нужда заставила. Неожиданно умер ее отец, оставив вдову с детьми на руках. Детей было четверо. Нэнси самая старшая, поэтому пришлось ей искать работу, чтобы поддержать семью. Вот так она и попала к мисс Полли Харрингтон, о которой знала лишь, что она владелец старинного поместья Харрингтонов и одна из самых богатых женщин в городе. Но с тех пор прошло два месяца, и теперь-то Нэнси знала, что мисс Полли — хозяйка строгая. Не очень, скажем прямо, приятная и нервная, к тому же. Знаете, как она вздрагивает и хмурится, если вдруг дверь неожиданно хлопнет или ножик со стола на пол упадет? А, впрочем, хмурится она и тогда, когда ножи и двери ведут себя смирно. Ни разу еще Нэнси не видела, чтобы мисс Полли улыбнулась. Хотя бы самую чуточку. «А когда закончишь все свои утренние дела, освободи от вещей маленькую комнату в мансарде, ту, что возле лестницы, и принеси туда раскладную кровать», — монотонно продолжала мисс Полли. «Только сначала подмети там и приберись, как только коробки и баулы вынесешь. Ты слушаешь меня, Нэнси?» «Да, мэм. А куда мне вещи-то девать, которые я из той комнаты вынесу?» «Вещи? Переложи их к дальней стене, там, где окно над крыльцом». Мисс Полли пожевала губами, а затем добавила. «Полагаю, что должна поставить тебя в известность, Нэнси, о приезде моей племянницы, мисс Поллианны Уиттер. Ей 11 лет, она будет жить у меня и спать в той комнате, которую ты должна прибрать». «Девочка? К нам приезжает маленькая девочка, мисс Харрингтон? Ой, да это же просто замечательно!» Обрадовалась Нэнси, моментально вспомнив о своих младших сестренках. От них на ферме уголки, даже в хмурый день, становилось светлее. «Замечательно. Честно говоря, это не совсем то слово, которое кажется мне подходящим», своим суконным голосом ответила мисс Полли. «Нет, я, конечно, позабочусь о ней. Женщина, я, надеюсь, добрая, свой христианский долг знаю. И исполню его». «Да, мэм, само собой, мэм», — густо покраснела Нэнси. «Просто я подумала, что маленькая девочка, ну, что с ней вам самой жить станет веселее, что ли?» «Благодарю», — ледяным тоном ответила на это мисс Полли. «Но особого веселья, как ты говоришь, мне в настоящее время не требуется». «Да». «Нет. Но вы же наверняка должны быть рады. Все-таки родная племянница приезжает. Дочка вашей сестры?» Рискнула продолжить Нэнси, которой очень хотелось сделать более тёплым и благожелательным приём, который ожидал здесь маленькую одинокую странницу. «Заруби себе на носу, Нэнси», — высокомерно вздёрнула подбородок мисс Полли. «То, что моя сестра оказалась настолько глупой, чтобы необдуманно выйти замуж, а затем, что было уже полным безумием, наплодить никому ненужных детей, вовсе не означает, что я сама желаю возиться с ними. Но, как я уже сказала, свой долг я знаю. И надеюсь его исполнить. Всё, хватит болтать. Принимайся за дело, Нэнси. И не забудь, как следует вымести углы в той комнате. Ясно?» «Да, мэм», — вздохнула Нэнси, вновь беря со стола кувшин. «Он уже остыл, засох. Придётся теперь отмывать его заново». Поднявшись в свою комнату, мисс Полли снова достала письмо, которое пришло пару дней назад из какого-то городка на Дальнем Западе страны и оказалось для неё неприятной неожиданностью. Очень неприятной. На конверте значился адрес. Мисс Полли Харрингтон, Белдингсвилл, штат Вермонт. А на вложенном внутрь листе бумаги было написано. «Уважаемая сударыня, с прискорбием извещаю вас о том, что преподобный Джон Уиттер две недели назад скончался, оставив сиротой свою дочь, девочку 11 лет от роду. Кроме неё, после смерти преподобного практически не осталось никакого имущества, если не считать нескольких богослужебных книг».